Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, какая вам польза, если любите любящих вас? Звучит сегодня любовь нашего Спасителя и Господа. И эти слова являются золотыми для сердца каждого христианина. Эти золотые слова являются золотым правилом в христианстве этих. Некоторые враждебно настроенные против Церкви ученые говорят, что христианство ничего нового в мир не принесло, что все, что дает христианство, было якобы озвучено еще за 2000 лет до Христа Спасителя, к примеру, к инфуциям, потому что есть такое правило в инфуциям, что поступайте с другими, как хотите, чтобы поступали с вами. Но такое предположение и такое высказывание, что якобы христианство нового ничего в этом отношении не принесло, является абсолютно ложным. Ведь как только мы внимательно послушаем сегодняшнее евангельское чтение, мы в этом убедились. Господь говорит о том, чтобы каждый из нас поступал с ближними так, как хочет, чтобы ближние поступали с ними. Но это правило, которое действительно было за 2000 лет до христианства, Господь усугубляет. Он говорит о том, что нету пользы человеку, который любит только любящих его, потому что так делают и язычники грешных. Но Господь говорит о том, чтобы мы любили и тех, кто причиняет нам зло, чтобы мы, когда давали взаимно, не ожидали возврата, чтобы каждый из нас более проявлял любовь, нежели справедливость. И об этом все христианство. И очень часто бывает сложно воспринять, когда нам в жизни посылаются спорты, когда для нас клевещут, нас злословят, нас обижают. Но по-христиански воспринять это можно только лишь не путем справедливости, а путем милости. И евангельское повествование сегодняшнего дня заканчивается самым главным наставлением Спасителя. Поступать необходимо с ближними так же, как ближние поступают с нами, но нужно быть милосердными, как Отец наш Небесный милосердным является. И вот к этому милосердию призывает нас Господь, чтобы мы превосходили не только добром за добро отплачивание, но и чтобы превосходили зло добром. Это не значит, что христианин должен молча воспринимать всяческую злобу, которая проявляется в отношении наших ближних. Христианин не должен стоять, опуская руки, когда обижают слабо, когда посягают на честь и достоинство другого человека. Нет. Речь идет о поле брани, которым является сердце самого христианина. Вот за других христианин сразу должен уступаться, противоборствовать злу, но самая главная победа, которая в духовной брани совершается, это победа на поле своего сердца. Когда человек исполняет закон Божий, он возлюбит ближнего. А ближнего любить совсем нелегко, потому что любовь начинается с прощения. Пока мы не простим ближних за злодеяния, которые бывают в наш адрес, а нету человека, который жить будет и не согрешит, и нету человека, которого в жизни не обижали. Но есть подход христианина к обиде, и есть подход язычник. И вот Господь показывает, что равным за равным воздают язычник. И человеку никакой пользы нет, если он поступает с ближними только лишь в плащении справедливости. Если мы взглянем на икону Господа Вседержителя, то увидим, братья и сестры, что Спаситель держит книгу, которая символизирует собой евангельский закон, и вообще закон и правду в левой руке, а десница Спасителя благословляет. И милость всегда превосходит правду в отношении Бога и человека. И Господь также нас призывает милостью превосходить правду. Когда это касается, конечно же, нас. Когда в наш адрес летят стрелы роженные лука, такие, как капитал, злословие, как всякое злодеянство, но в том, что мы показываем, что мы христиане, что не отвечаем злом на зло. У апостола Павла есть такие слова. «Никто же зла кому-то зло воздаст». Мы эти слова слышим, когда собираемся в Крамо Божие, Великому Христову, для того, чтобы принять участие в Таиске соборования, и там апостол, среди прочих чтений, наставляет нас этими словами. И настоящая христианская любовь, она исполнена этого милосердия и этого прощения. И это своего рода индикатор того, насколько мы являемся христианами. Если мы только равным воздаем, равную меру, такую меру мерить, и такую меру будет отмерена вам, говорит Господь. Но если мы превосходим меру отношения к нам, то и Господь будет превосходить меры отношения к нам, и нам прощая наши клинки. Святой апостол Павел в Прослании к Римлянам говорит, «Тот, кто возлюбил другого, тот исполнил закон». Каждому из нас Господь дает возможность приобрести пользу для своей души. И, кстати, в церковно-славянском тексте говорится, какая благодать человеку, если в русском и украинском языке говорится польза и корость, то в церковно-славянском тексте говорится, какая благодать человеку, если он равным воздает за равным. И вот каждый из нас входит в Храм Божий для того, чтобы подчеркнуть Божественную благодать. Подумаем об этом, дорогие братья и сестры, как мы в течение седмицы проводим время, как мы прощаем благих, какие мы христиане, и которые Бог приносит в нашу жизнь дароподать и на Трис. Пусть же каждого из нас Господь умудрит, наставит и укрепит своей благодатью для того, чтобы мы для своей души обрели пользу, научаясь милосердию, и при этом, чтобы мы стали, поистину, христианами, которые не только любящие нас любят, но и те, кто злословит нас, не клянут, но молятся о них, желая им спасения. Спасибо.